Всем привет! И сегодня я хотела бы вновь с вами обсудить мою жизнь, то, что у меня происходит, то, что я давно не рассказывала и не показывала, что у меня происходит. У меня, значит, мы вакцинировали кота месяц назад. Вакцина нельзя было найти нигде, в нескольких клиниках ее не было, именно на бивака. Так как вакцина европейская, ее во многих клиниках просто нет. Предлагали альтернативный вариант вакцины, но она только годна была для поездок по России. Но еще самый важный фактор, не то, что как бы на бивак для кошек, которые живут дома, мы ее никуда не возили никогда. А именно тот факт, что в комбинированной вакцине на бивак, когда делали, там была эта вакцина от всех болезней, которые могут возникнуть. И она, как я поняла, гарантирует кошке наименьшее поведение по здоровью у нее не ухудшается. А если, например, брать какие-то альтернативные вакцины, то бывают последствия. Последствия бывают такие, что кошки начинают болеть, у какого-то рвота начинается, кто-то отказывается от еды, заболевает и так далее. У меня такого не было. Но мы взяли французскую вакцину в клинике, зоовед мы делали. Канелиника находится в Москве, зоовед. Вы можете посмотреть, у них несколько филиалов. И стоила она 5 тысяч, но мы кота возили сами. И если вы хотите, чтобы к вам домой приехал, такая у них услуга тоже есть. После этой вакцины кот 4 дня нормально, так чуть-чуть, немножко он был сонноватый. Потом с ним после 4 дней мы уезжали в отпуск, оставался муж. И кот, как он сказал, с ним было все нормально. Когда мы приехали, кот, когда ему новую траву покупаешь, он начинает тошнить. Он очищает так свой желудок. И у него каждый день пошли какие-то проявления, типа его рвало. Но мы связывали это именно с тем, что он линяет, и у него происходит просто... Мы его помыли после этого, как приехали. Потому что мы после прививки не должны были его мыть. Там должна была ранка зажить. Врач сказал, чтобы его не купать неделю. И как раз мы как раз неделя отсутствовали. Был он на сухом корме. Муж пытался его кормить и жидким кормом, как обычно. Но он никакой корм жидкий практически не ест. То есть мы уже перепробовали несколько разных кормов. И дорогих, и дешевых, и тех, которые нам рекомендовал ветеринар для кастрированных котов. И не для кастрированных котов мы пробовали. Но вот он ест корм сухой. И может есть, например, одну фирму и ест, потом берет и просто не ест. То есть у него точно он не ест никакого ягненка. А еще хотел бы рассказать о... Я решила поменять мобильным оператором. Дело в том, что у нас очень дорогой стал тариф. И за телефон домашний, и за сотового оператора. И так как у меня еще... Я оплачиваю второй телефон. Я решила оптимизировать расходы, перейти на другого сотового оператора. Было у меня теле, и сейчас я уже перешла на Газпром мобайл. Но пока подключение еще не произошло до конца, только в процессе переноса. Поэтому номер остается тот же самый, меняется только оператор. Ну, как мне сказали, Газпром мобайл выгодный оператор. У них там хорошие условия. Это не реклама. Потому что я пока не проверила, как он работает, там, мобильная связь. Я ничего не могу сказать. Просто говорю, что более выгодный тариф. Причем существенно. У меня Тинькофф есть еще, Симка. Связь ловится даже в Белоруссии. Вот если говорить, например, про Белоруссию, то там вообще была такая проблема, что когда я прилетела в Винск, мне нужно было ночью вызвать такси и приложение открыть. Но у меня не заработали вообще оба оператора. Не прогрузились. Ни теле, ни Тинькофф. И они прогрузились только спустя несколько часов. То есть, когда я уже проснулась на утро, тогда у меня этот заработал оператор. Представляете, сколько времени это грузилось? Вот, связи. То есть, я даже не могла вызвать такси, даже посмотреть на оценки. Хорошо, у меня просто все так случилось, что у меня попался таксист хороший, порядочный, и он меня тогда довез. А так, вот, в общем, проблема была со связью. И с той, и с другой. Поэтому, но там еще рапорт находится там, где не ловят вот эти вот сотовые операторы. Они просто там не работают. Там работают другие. И поэтому такая проблема, что они работали только в самом Минске. А потом, когда уже не начал работать, и Тинькофф стабильно работал, и теле работал. Вот. Ну, опять же, так долго. Почти всю ночь они не работали. Вот. Еще я хотела рассказать, что практически большую часть того года я писала вот эту книгу. Я действительно потратила несколько месяцев на то, чтобы ее, во-первых, выпустить. Это же не просто написать. Это нужно ее проверить, весь текст обработать его, напечатать и составить договор с создательством. И вот, наконец-то, ее можете приобрести на сайте Либозона, просто забив название маркетинг-блога Марии Владыка. Либо можете зайти на сайт Ридера, вот, и посмотреть. Книга небольшая. Тут около 100 страниц. И вы можете легко ее прочесть. Я считаю, что для современного человека, который занимается блогингом, эта книга будет идеальным решением его проблем по продвижению. Также она будет полезна писателям, у кого возникают сложности с тем, каким образом ему стать заметным, чтобы о нем узнали. И, конечно же, эта книга будет полезна маркетологам, потому что здесь написаны, ну, скажем так, площадки для тех, у кого уже есть аудитория. Написаны буквально советы там, где стоит зарабатывать в социальных сетях. Российские компании, которые занимаются тем, что помогают зарабатывать блогерам. Я работала с этими компаниями почти весь 21 и 22 год. Потом я ушла, переключилась на издательство книг. И мне показалось, что там очень небольшие получились заработки. И больше я там не работала с ними. Но это опять же зависит от того, как вы рекламируете и насколько вот эти креативы действительно хорошие вы делаете. А там я брала чаще готовые креативы, пробовала экспериментировать со своими личными креативами, которые я делала. Но есть требования определенные, которые вы можете, когда вы работаете с какой-то компанией, рекламным агентством, вы не можете их не соблюдать. Поэтому вам приходится выполнять их требования к тому, как постить рекламу. И эта компания, она есть у меня в блоге. Я про нее пишу. И в этой книге есть. По ссылке под этим видео вы можете зайти на мой инстаграм. Я пишу про эту компанию. И вы узнаете все. Хотела бы вам еще раз сказать про банки, которые, карты, которые работают про Калининград. И как вообще путешествовать в Калининград. Потому что я не рассказывала об этом моменте. Возможно, это будет кому-то полезно. Дело в том, что в отличие от Турции, например, в которой большая проблема со снятием карт Калининграда, как это Россия, так же, как и Сочи, работает с российскими банками. Большинство из этих банков на слуху, и это Сбербанк, и Хомкредитбанк, и Россельхоз, и ВТБ, Рефайзенбанк, Газпромбанк. Все вот эти банки, они там работают. Поэтому никаких проблем со снятием там денег, если вдруг кому-то нужно, нет. А деньги, кстати, там лучше снимать. Почему? Потому что проезд в автобусе у них за наличные. Очень часто люди платят. Ну, вы можете обследить и карты, и проблем нет. Но они часто берут, у них косяка индуктор ходит, и они берут наличные. Что еще нужно знать для поездки в Калининград? Во-первых, нужно подготовиться и узнать немножко об этом городе. те, какие вам интересны места, вы хотели бы посетить. Я из-за погоды не смогла посетить еще два города. Я хотела поехать в Светлогорск и Зеленоградск. Вот. И мне хотелось посетить именно два этих города. Курортные города на берегу моря Балтийского. И я надеюсь еще туда вернуться. Для меня Калининград показался намного интереснее, чем Сочи. Мне даже было интересно сходить там по музеям. Что делать. Я в Москве не очень люблю. Просто в Москве, так как я здесь прожила большую часть своей жизни, мне, в принципе, многие музеи были уже неинтересны. В том плане, что я в некоторых из них была. А там мы посетили сразу два музея. Морской музей и музей янтаря. И мы с удовольствием там отдохнули именно интеллектуально. Если бы была больше хорошая погода, мы бы, конечно, еще добрались до большего количества достопримечательностей. Ну, а так, что смогли, то увидели. Поэтому я бы хотела всем, кто собирается в Калининград, еще билеты, кстати, я бы вам советовала покупать за месяц. Потому что я заметила, что браузер запоминает ваши интересы и предлагает билеты на 100 долларов дороже. И вот я вам так скажу, что, значит, мне билеты обошлись в 20 тысяч туда-обратно. Но даже в 25 получился туда-обратно. А когда я за месяц до этого интересовалась поездкой, то каждый билет стоил в одну сторону по 5 тысяч рублей. Соответственно, у меня все бы это мероприятие обошлось бы всего в 10-12 тысяч рублей. А не в 25. Соответственно, я переплатила немножко. Ну, тут, понимаете, есть такой момент, что некоторые боятся заболеть перед поездкой. Такое же тоже бывает зимой. Поэтому мы до последнего момента буквально за неделю до поездки купили и уже были каникулы билетами. Что еще хотела бы посоветовать? По моему опыту лучше выбирать тихую гостиницу, потому что, ну, вы не отдохнете в шумной гостинице, особенно в крупных отелях в центре города. Вот. С одной стороны, там близость достопримечательностей и услуг различных. С другой стороны, вот такая вот вещь, как шум от вообще инфраструктуры может вам мешать. Мне лично мешает. Мне также мешает обилие жильцов в отелях, потому что стены там не очень толстые и слышно все, что происходит. Ну, у нас, вот отель, в котором мы отдыхали, тихая гавань, гостиница, я ее вам порекомендовала. Но при одном условии, что там будет все так же, как было после того, как мы переночевали одну ночь. То есть после того, как мы переночевали одну ночь и не выспались, в следующие все дни мы прекрасно спали. Вот. Ну, там просто ЧП произошло. Это бывает у всех. Из-за пожарной цивилизации мы не выспались. Вот. А так, в принципе, все хорошо. Кормили там приятно и вкусно. И я очень благодарна хозяйке и хозяину за то, как они обеспечивали в дальнейшем наше там проживание. И вкусные завтраки, и чистое белье, и тихие номера, и очень теплый, кстати, номер. В отличие, вот, например, я приезжала когда в Минск, я замерзла. В гостинице. Казалось бы, гостиница такая высокая, рядом с казино. Но почему-то, и несмотря на то, что она вроде как, типа, как-то турист какая-то очень, ну, достаточно элитная, там было, ну, там тапочки, во-первых, ночью почему-то не смогли для меня найти. И мне пришлось без тапочек, как бы, ходить. И мне завтрак не понравился там какой-то, он убогенький. И то, что холодно в номере было, и вообще как-то вот мне не понравилось. Ну, так как я там ночью переначивала, думаю, ну, ладно. Ну, больше я бы в этой гостинице бы не была. Поэтому я ее не называю. Вот. Я сказала, что типа, интурист, на самом деле она не называется интурист, она по-другому называется. И не буду я говорить, чтобы не дискредитировать. Ну, как бы, вот такие косяки там есть. Кроме того, как я вот столкнулась, я сделала карту Альфа-банка, и я вам скажу, что я столкнулась с большой проблемой. Проблема заключается в том, что, чтобы обновить свои данные, нужно приехать обратно в Бинск. То есть вы не можете дистанционно в Альфа-банк отправить свои данные. Несмотря на то, что у вас есть личный кабинет. То есть в Москве вы можете в электронном виде подать свои данные, все будет нормально. Ну, не во всех банках это есть. Но, тем не менее, здесь придется лететь в Питере, в Минск. Я вот теперь не знаю, потому что по резкам мне тогда обошлась 18 тысяч и плюс карта. и я, честно говоря, не готова на такие снова траты для того, чтобы данные свои изменять. Вот. Замена паспорта просто происходит. Поэтому такая вот проблема. И сейчас вообще проблему нужно будет эти данные везде менять и обновлять. И, то есть, это целое дело. Я вам расскажу про свой эксперимент с похудением. Как вы знаете, я хожу очень каждый день. Где-то я прохожу. Ну, вот у меня на часах. А вот сегодня. В общем, вот. Ну, я хотела рассказать про книги по маркетингу. Дело в том, что я к вам уже рассказывала о том, какие книги полезны, какие не полезны или бесполезны даже по продвижению. У меня есть отдельный ролик. И изучив структуру таких книг и прочитав их, некоторые не полностью, некоторые полностью, я пришла к выводу, что из книг иногда делают коммерческую выгоду для себя, автор. Да, она может быть толстая, у нее может быть прекрасная обложка, но внутри книга может быть абсолютно бесполезным объектом для человека, который хочет изучить конкретные вещи. И вот я сегодня купила всего лишь одну книгу и то в подарок для своего папы. Себе я не купила ничего, хотя я очень много времени потратила на то, чтобы прочитать суть вообще того, что там есть. И вот я читала книги по брендингу, по телеграмму, продвижению в телеграмму. Везде, вы знаете, очень много каких-то оформительских вещей, фотографий, ярких вставок. И очень мало на всю книгу 2-3 важных программы, например, упоминается, которые, возможно, что-то помогут сделать. В основном советы, ну, по крайней мере, уже для меня, они многие знакомы. Может быть, книга для каких-то начинающих совсем в продвижении людей и нормально, но для человека уже с опытом такие книги не подходят. Еще хочу обратить внимание на коммерческие продукты блогеров. Они, как правило, пишут очень и предприниматели. У них действия, их основной способ действия и коммерческая выгода. Поэтому их продукт часто является заманухой. То есть, ну, в принципе, это правильно для маркетинга и для продаж. И поэтому там рассказывается совсем немного крючков таких интересных. Ну, как бы вам сказать. Они дают немножко информации, они увлекают этой информацией. И дальше дают ссылку на свой блог. И, собственно, дальше вы уже переходите, и это уже второе касание происходит с этим продуктом, с этим блогером. И вы это покупаете или захотите купить, или уже будете привлечены. В принципе, так работают продажи, так работает воронка продаж. Но везде вот чувствуется это. И если вы, например, учитесь на маркетолога, или вы хотите улучшить какие-то свои навыки, для вас вот конкретно такие книги, они кажутся уже отталкивающими. Почему? Потому что вы видите, что в них не преследуется цель обучить вас чему-то. Книга становится объектом манипуляций и спекуляций коммерческих, вместо того, чтобы нести какую-то выгоду. И мне стало настолько, скажем так, мне важно было найти книгу по продвижению и личному бренду. И я нашла такую книгу. Я вам сейчас ее покажу. Так, смотрим. Такие книги по СММ тут есть. Игорь Манн, Новожилов. Джереми Миллер. Брендинг стики брендинг. Вот, интересно. Феномен инстаграма Любовь Соболева. Ограбление инстаграма Алексей Соколовский. И что еще? Физичные продажи. Я просто смотрю. А вот тут, смотрите. Красная кнопка. Стори бренд. О, вот это интересно. Стори бренд надо взять. Отдельная книга Марии Озаренок. Активирую свой персональный бренд. Вот Мария Озаренок. Это ее канал. И она ведет интервью с Ольгой Чебукиной. Это эксперт тоже по личному бренду Ольгой Чебукиной. Посмотрите, будьте более, скажем так, глубокими. Потому что иногда, когда люди просто делают какие-то шаги, они иногда не понимают, куда они идут. Здесь рассказывают эти женщины обе о системности. Какие шаги нужно делать, чтобы прийти к какому-то результату. А результат, естественно, в виде монетизации, монетизации контента. В заработке, в каких-то привлечениях новых аудиторий и так далее. Когда я написала вот эту книгу, я ее еще раз прочитала, чтобы понять, насколько она полезна будет для людей. Но она будет все-таки полезна, потому что здесь перечислены очень важные вещи. Здесь рассказывается, во-первых, о моей жизни, которая также неразрывно связана с маркетингом и путешествиями. И здесь раскрываюсь я как герой, как человек, который прошел свой путь. И я не могу это пустить, потому что история каждого из вас, она также важна для ваших, в том числе и покупателей. Люди покупают у людей. Поэтому вы это помните, когда начинаете покупать у кого-то. Вы же не просто у какого-то человека неизвестного покупаете. Вы о нем что-то знаете. И здесь написано как раз еще две отдельных головы по продвижению в социальных сетях, ошибки, советы, платформы для заработка перечисленные. Я же ведь этим делюсь и не скрываю это. И вы также можете этим заниматься. Кто вам мешает? Особенно у кого уже есть аудитория в соцсетях. Вы можете использовать эти платформы для заработка на своих блогах. И здесь вот как самому писателю продвигать книги. Это для тех, кто является писателем. И писателю, кстати, эта книга будет просто необходима. Но и не только писателю, но и блогеру, и маркетологу, и журналисту, и даже бизнесмену, который хочет создать коммерческий проект, продвижение какого-то товара, он тоже должен это знать. Потому что это касается его личности. Нужно продвигаться через личность. И бренд также продвигается через личность. Если, например, это линия какой-то косметики, это какой-то салон, имени кого-то должен быть. Он не может быть просто, не существовать, не связанной ни с кем. Я бы хотела сказать вам, чтобы вы подписались на канал, если это было видео для вас полезным. Ставьте колокольчик для того, чтобы быть в курсе о выходе новых видео. И всем пока-пока. В следующий раз будет еще более интересный контент. Я подготовила уже около 20 тем, на которые можно будет снимать последующие видео. Так что увидимся в новых видео. Всем пока-пока.